Отрабатываем вопросы практического и теоретического зачёта за первый квартал 23-го года. Вводная такая, основной комплект РС, АВС неисправен. Переходим на резервный комплект. Исполняющий обязанности машиниста-инструктора Вадим Башевский проверяет у своего младшего коллеги, как тот владеет практическими навыками управления электропоездом. Несмотря на стаж и опыт, Виктор Борцов, как и все сотрудники метрополитена, которые водят поезда, регулярно проходят дополнительное обучение. А начиналось всё когда-то, как у всех машинистов, шестимесячного обучения и стажировки под присмотром инструкторов. К тоннелю больше привыкаешь, потому что темнота, выезд на станцию, перепады света, как-то вот всё непривычно было. Страшновато вот в тоннели встать, не дай бог, что случится с составом. То, что там может и паник, и чего угодно начаться. В кабину настукивать, не дай бог, полезут наружу. Но никаких форс-мажоров за время работы не случалось. Современные поезда имеют надёжное оснащение, а не оборудованы противопожарной системой камерами наблюдения. Это делает поездки более безопасными. Программы наставничества на Самарском метрополитене работают много лет. Будущих машинистов обучают с 1987 года. Сейчас это направление работы, ориентированное на передачу опыта, усиливают. После того, как студент заканчивает основную программу обучения, в течение двух месяцев он выходит в рейс с машинистом-инструктором. Затем за ним закрепляют наставника. Как бы немножко чего-то не хватает. То есть опыта, уверенности. И уже в процессе работы вот эти наставники, ну как бы шлифуют их мастерство. Ну и в итоге получаются хорошие специалисты. Потому что мы те задачи, которые стоят, наши работники успешно справляются. Вадим Машевский работает в метро почти четверть века. Говорит, что есть такие нюансы, которые, сидя за партой, не узнаешь. Мастерство оттачивает уже в процессе вождения. Все это постигают под руководством машиниста-наставника. Чувствовать поезд, как он разгоняется, тормозит. Выход из нештатных ситуаций. Машинист-наставник ему преподает. Чуть сложнее, чем автомобиль, конечно, потому что вес другой. Инерция большего поезда там и все остальное. Напомним, что президент России Владимир Путин 2023 год объявил годом педагога и наставника. Планируется, что весной в электродепо Кировское муниципального предприятия «Самарский метрополитен» начнется набор группы будущих машинистов, которых станут готовить к работе и на новом участке линии метрополитена. В будущем завершение строительства первой ветки и ввод в эксплуатацию новой станции позволит связать отдаленные районы Самары с историческим центром города. По расчетам специалистов, пассажиропоток в подземке вырастет минимум на 15%. Количество составов на линии будет увеличено, а значит, потребуется больше машинистов. Это значит, что роль наставника возрастет. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.